Друзья, добрый вечер! Новый выпуск «Съедобный бизнес». Сегодня будет интересное интервью с хрупкой молодой девушкой, которая 5 лет назад запустила прям интернациональный HR-рекрутинг-компанию, которая растет вообще не по дням, а по часам. Work Emirates и Анастасия Фартушная с нами. Всем привет! Рада здесь присутствовать. Собственно, буду готова ответить на все вопросы, в принципе, поделиться с твоей целевой аудиторией, рассказать о бизнесе, о съедобном бизнесе, о несъедобном, некошерном и халяльном. Отлично! Начнем с простого вопроса. Work Emirates, почему компания называется именно так? Скажем так, после того, как я увидела Эмираты, это у меня здесь была такая, ну, транзит стаб, я летела в Гонконг в 2014 году. И, ну, после того, как бы это длинная история, но интересная, скажем так, после того, как я увидела, что здесь можно сделать бизнес, мы его начали делать, а название было придумать, если честно, некогда. Ну, я обычно не заморачиваюсь по таким вопросам, потому что, ну, как бы, что мы делали? Делаем работа, Эмираты, Work Emirates. Мы не смогли и не хотели придумать ничего такого сложного. Мы сделали это как одно слово, ну, как бы нарицательное. На основании этого зарегистрировали торговую марку. То есть, Work Emirates сейчас торговая марка, она есть в Украине. Вот, Work Emirates UA, Room. Ну, и, соответственно, на основании ее мы вот так вот дальше расширяемся. Сейчас поняли, что это уже узкое название, потому что работаем не только с Эмиратами. Это Катар, Роман, Бахрейн. Были, ну, точные проекты и в других странах. Там, например, Филиппины, Сейшелы, Мальдивы. Ну, по-моему, все. Ну, так все же. Просто во время пересадки у тебя выстрелила идея в голову открыть рекрутинговую компанию и назвать ее Work Emirates? Или как это было? Почему именно так называется? Или это первые клиенты появились именно в Эмиратах? Нет, у меня, получается, до этого был бизнес в Штатах. То есть, 19 лет я полетела в Америку по программе Work and Travel USA. Да. Работала, собственно, по контракту там 4 дня. И открыла свой бизнес чуть позже, где-то через 3 недели, 4 недели. На Таймс Твер, собственно, это были сувениры. Ну, сувенирная продукция нью-йорковская. И, соответственно, начала как-то... Я жила в Штатах суммарно где-то 3,5 года. Ну, и, скажем так, начала заниматься контрактами. Мне сначала просили просто достать где-то, помочь трудоустроить, найти работодателя. Потом мы заключили уже контракты там с Walmart. 4 Walmart у нас было. McDonald's, Podrackers, которые здесь есть. Это обычно локальные такие вот бренды, где работают студенты с всего, можно так сказать, мира. По программе Work and Travel USA. И, соответственно, у меня был там офис студенческий. Я доставала для агентств Украины, России и Казахстана. Ну, собственно, джоб-офер на работу. На основании которого студенты получали рабочую визу. И, собственно, приезжали. Это был у меня офис в Myrtle Beach, South Carolina. Вот. Нью-Йорк, Нью-Джерси. Это все основные... Ну, у меня было, в принципе, уже хорошее портфолио. И когда вот началась эта вот ситуация с Майданом, резкие политические изменения, плюс как бы нашим визу уже не выдавали в 2014 году. Я после Майдана, скажем так, поехала в Гонконг. У меня здесь такая транзит стаб был. И буквально на сколько... Ну, где-то в 5 утра я прилетела. Вечером улетела. Встретилась здесь с могилянки, с моей хорошей подругой. Поговорили. Мне впечатлила эта стройка в 2014 году по сравнению там с Америкой. И я это для себя так затегала. О, это арабский Нью-Йорк. Надо что-то здесь сделать. А потом уже как бы понеслась. И мы, собственно, я ходила в своем портфолио. Без знакомства, просто в лоб. И сказала, что я могу сделать. И это было здесь актуально. Мы смогли закрыть боли клиента и сделать максимально быстро то, как мы здесь раньше не работали. То есть я правильно понимаю, ты начала бизнес с холодных встреч здесь. То есть ты просто пошла по гостиницам, по ресторанам, прошла, встретилась с людьми, рассказала про возможности. И какую-то конверсию определенную. Вы заключили договора и начали работать. Да, да. Я просто показала свое портфолио. Я сказала, что я могу делать. Мы начали работать. Сначала в Украине мне, получается, предложила одна компания. Они не смогли закрывать позиции. И, соответственно, у них не было рук, потому что маркетинговый отдел был не налажен. Они не знали, как настраивать рекламу. Они не успевали с вот этим оборотом на рынке. То есть мы придумали уже в мае 2014 года собственно бизнес-модель другую, чем она, нежели она была. Соответственно, у меня там, ну как бы есть отличия, например, кандидат у меня не просто присылает мне резюм, и я ему там что-то обещаю. А у нас, если я готова с ним сотрудничать, наша компания, мы заключаем договорные отношения, на основании которых мы уже ведем нашу деятельность. Говорим, что вот это мы можем сделать вот в такие сроки, в такие вот города. Ты можешь получить работу в этой сфере, на такие зарплаты. Ну и, соответственно, уже даем ему фидбэк профессиональный. Говорим, смотри, вот это вот реально, это нереально. Ну, по нашему опыту. Если ты готов, давай сотрудничать. Мы подписываем договор, вот, и, собственно, начинаем работать. Вы набираете только на позиции в рестораны и отели, то есть это хоспиталити, правильно? В основном это вот кастомер сервис, который, да, большинство реализован здесь хоспиталити. Это сейлз есть позиции, есть немного офисных позиций, ну, маркетинг, что еще такого. Ну, в основном, хоспиталити, наверное, процентов 90, поскольку люди, которые к нам обращаются, у них опыт, ну, и знание языка, на самом-то деле, они не позволяют, допустим, им работать, ну, в других сферах, быть там конкурентоспособными для того, чтобы получать здесь хорошую зарплату и чтобы их хотели, ну, допустим, с Украины, России, к Казахстану привезти. Потому что, ну, быть крутым специалистом, это мало. Если у тебя твой опыт не подтвержден международной, ну, конкуренцией, скажем так, какие-то сертификатами, ну, и так далее, он не считается. То есть ты здесь достаточно такой «fuckedated», и ты, ну, просто не сможешь, ты не в русле. Вот. И как бы у нас есть просто другое решение для людей, которые что-то хотят. Поэтому мы занимаемся не только международным трудоустройством, а именно мы сделали это как программа. Потому что, ну, есть идея, и, скажем так, просто мысль, ну, в которую я верю, что любой человек, который вот живет в наших подсоветских странах, ну, собственно, он должен, обязан для своего развития крутого поработать, пожить за границей. Я думаю, что это минимум шесть месяцев. Вот. Это было на моей шкуре. То есть ты меняешься, ты понимаешь, чего тебе нужно научиться, начинаешь хотеть большего, хочешь больше зарабатывать, хочешь больше уметь, потому что здесь больше конкуренции. Я говорю не только про Эмираты, а, собственно, вообще за границей. Потому что есть причинно-следственная связь. То есть, почему нужно учить иностранный язык. Ну, то есть, английский уже не иностранный, это просто язык делового общения. Но ты начинаешь... Это базовый интернациональный язык, который... Да. First, second business language. Вот так вот. Ну, как бы английский. И, соответственно, человек это, ну, точка развития. Потому что я вот поехала в 19 лет работать за границей. Ты знаешь, вот как-то... как-то... много вопросов для себя вскрыло. Вот. И поменяла достаточно свою индивидуальную траекторию. Ну, по жизни. Совет от Анастасии. Обязательно вы должны путешествовать и пожить хотя бы в одной стране, чтобы ощутить вообще и расширить свое мировоззрение. Ну, вот здесь я бы сказала даже не путешествие, не просто вот пожить, да, вот, а именно поработать. Поработать именно... Почему? Потому что, ну, ты работаешь с этими людьми. Ты же не просто... То есть, ты вступаешь в какие-то конфликтные ситуации, ты решаешь проблемы, ты видишь реальную жизнь, которая она есть не на туристических картинках, да, а это, собственно, это жизнь, в которой вот здесь люди проживают, вернее, жизни. И, соответственно, ты для себя много чего можешь решить, определить, что ты хочешь, к чему тебе стремиться, здесь оставаться, здесь оставаться, ехать куда-то в другую страну, что-то делать у себя на родине, в городе, потому что у нас же ребята приезжают, собственно, возвращаются, кто-то здесь бизнес открыл, кто-то поехал дальше. То есть, такая, ну, отличная точка, наш трамплин для старта. Потому что Эмираты предлагают на данный момент, ну, Middle East, я бы сказала, Катар, Роман, конкурентные условия вообще на рынке трудоустройства в мире, для того, чтобы начать, особенно для тех, кто только начинает свою деловую карьеру. У нас такой вопрос. Какие три самые востребованные должности, которые сейчас вы рекрутите? Ну, это, скажем так, если обобщать, это работа с клиентами, то есть, это, например, это как фронт-офис продажи, то есть, там, где нужно продавать, вот это вот первая профессия. То есть, презентовать компанию. Сейлс, это может быть сейлс еды, сейлс алкоголя, да, сейлс одежды, сейлс продуктов, вот, до недвижимости, там, ну, и других товаров мы пока что не дошли, поскольку не готовы работодатели брать ребят без, ну, опыта мидллистовского работы, потому что есть своя специфика в работе, вот. Но первое, это да, это продажи. Хорошо, если не обобщать, а вот прям, не знаю, там, бармен, официант, хостес, фронт-деск, вот три, три позиции, которые у вас требованы сейчас. Ну, это, первое, это официант, официант, официантка, второе, это бартендер, ну, и потом уже где-то, наверное, да, хостес, если так вот, взагали по взагалям. Понял. Базовые навыки, какие нужны, знание английского, что еще? Я бы сказала, это personality, личные качества. Личные качества, soft skills, то есть, то, что ты не можешь приобрести механически за неделю, две недели, это твоя реакция на раздражители. Раздражители здесь, ну, весьма, это разные графики работы, это разная температура, это разные национальности, то есть, твоя вот эта вот реакция на раздражители, насколько ты вообще, какая у тебя нутро, насколько ты позитивный, не позитивный, как ты относишься к трудностям, твой какой-то, вот, знаешь, вот вектор, ну, решение вообще ситуации. Вот это вот главное, основное, а потом уже идут скиллы. Скиллы, например, ну, хорошо, английский язык, да, либо там есть работодатели, которым важно, чтобы они знали, например, немецкий, либо несколько там было, там, арабский, французский, ну, какие-то свои, а, были еще, собственно, рестораны, которые нанимали, они хотели, либо, вот, греческий, чтобы они знали, турецкий, итальянский, какие еще языки, ну, вот это так вот, чтобы не придумывать, русский, узбецкий, вот даже вот так, понятно, какие средние зарплаты официант, бармен, хостес, сейчас предлагают работодатели в Эмиратах? Здесь в Эмиратах, собственно, понятие зарплаты, оно достаточно разное, потому что есть basic salary, gross salary, ну, немножко не так, как в Украине, в России, я бы так сказала, что ты получаешь в среднем, то, что мы гарантируем, это от 1150 долларов, то есть ты, это, это вот по программе, когда ты едешь, это твоя средняя будет зарплата в месяц, есть вот, например, гостиницы, которые говорят, вот, ну, топовые гостиницы, то есть по политике, например, компании, я не всегда могу разглашать их зарплаты, ну, соответственно, есть очень well-known здесь бренды, которые говорят, смотри, у нас ставка, например, 500 долларов, но мы тебе сверху предлагаем вот жилье, оно у нас, ну, если посчитать вообще этот кост, который тратит работодатель, это, можно сказать, 1800, 2500, иногда даже 3000 долларов, на то, чтобы привезти сюда человека, тренировать его, сделать ему все документы, медицинские справки, поселить депозиты, все эти коммунальные, транспорт, и, ну, все остальное, соответственно, вот то, что вкладывает работодатель, вот, есть, очень минимальные зарплаты, в крутых местах, но, именно basic salary, но в итоге они получают достаточно, ну, высокие, самое, наверное, высокое было на линейной позиции, это, наверное, 1700 долларов, плюс чаевые, плюс accommodation, ну, это, собственно, уже требовался человек с международным опытом работы, медалистовским, вот, и, соответственно, там были требования по внешности, которые чаще всего, ну, не разглашаются, потому что, ну, неэтично, но мы делаем это за работодатели, потому что, мы проводим, вот, делаем, вот, скажем, отчасти, вот эту работу, которую не все работодатели готовы делать, хотят делать, готовы терпеть, вкладывать в это свое время. Сколько вы уже за 5 лет трудоустроили ребят? Ну, так сложно сказать, потому что, ну, декларируем где-то 2000 людей, соответственно, 2000 человек за 5 лет? Да, всего лишь. Неплохо. Ну, я бы сказала, что это даже, даже мало, ну, где-то 1800 с чем-то, до 2200, вот, примерно вот так. Я сейчас, люди, которые ждут визы, знаешь, тут еще момент, что значит трудоустроили, это когда они получили контракт, либо когда они вылетели, либо когда они, ну, там, все прошли. То есть, 2000 я могу точно сказать, и как бы точно не совру. Вот. Понятно. А сколько клиентов вообще у вас на сегодняшний день? Аккаунтов? Хм. Ну, если на контракте, то я думаю, больше 50 точно. А что значит на контракте и нет? Ну, например, есть вот контракты, которые есть, именно Галф контракт, который на Риджин, да, например, на страну, либо просто это, ну, типа, один раз, одни на разовая такая штука, то есть, те, которые повторно делают, набирают там с года в год, это есть вот постоянные клиенты, есть клиенты, которые один раз обратились, ну, например, потом или закрыли бизнес, если это кафе, допустим, либо еще какой-то вот бизнес, я бы скажу, ну, больше 50 точно, ну, гостиниц, наверное, только 50. Мы, честно, я не считаю, у меня есть CRM, у меня есть вот HR, который ведет их всех, то есть, я стараюсь вот эту операционку, мое, мое дело, знаешь, креативить, мое дело заключать вот договора, заниматься развитием, управление развитием, это моя главная функция в компании, собственно, на данный момент, а сколько контрактов? Ну, вот так вот, да. Сколько в твоей команде работает человек? Если мы сейчас говорим, поскольку у нас аутсорсинговая, можно так сказать, компания, в офисе, в киевском работает около 10 человек, наверное, 9-11, сейчас посчитать, а есть ли там видео, SMM, копирайтер, таргетологи, кто там у нас еще есть на аутсорсе, тем, которые занимаются CRM, те, которые занимаются, например, технической частью, там, сайты, вот эти вот все кода, то есть, они не на постоянке, да, то есть, мы пользуемся услугами, ну, например, там, раз в месяц они нам что-то делают, ну, там еще, наверное, плюс человек 7, есть такая шутка, сколько людей работает в вашей компании, наверное, половина, есть такое, или я всегда, вот знаешь, вот думаю, такой вопрос, ну, про сколько человек работает в компании, он сейчас вот в мире диджитал бизнеса, это понятие достаточно относительное, почему, потому что сейчас, ну, как бы системы, технологии заменяют людей, и я очень этому рада, я максимально за автоматизацию, и максимально, чтобы человек перестал делать машинальную работу, то есть, как только я вижу, что эту функцию может исполнять машина, ну, у нас, например, CRM, центр управления полетами в компании, да, и я понимаю, что из-за того, что есть, ну, бизнес-инструменты, там, ну, не только там, маркетинг, ну, как бы боты, и так далее, ты понимаешь, что пять лет назад, ну, если вот этого бы всего не было, то работало, наверное, в пять раз больше людей, но сейчас, слава богу, это не так, и я рада, что технологии освобождают, вот, человеческий труд от вот этой monkey job, то есть monkey job, это у меня вот в компании, я не хочу что, потому что это тупизна, то есть человек деградирует от этого, и я не хочу работать с такими людьми, которые просто делают машинальные какие-то вещи. У нас, кстати, вот недавно только был выпуск про автоматизацию ресторанов, поэтому я двумя руками поддерживаю тебя, здесь оставим галочку для просмотра, кто еще не видел, вот, хорошо, идем дальше, значит, мы разобрались, какие регионы вы охватываете, сколько у вас клиентов, как вы с ними работаете, как ты ищешь новых клиентов? Новых? Ну, я бы сказала, сейчас это уже более рекомендация, которая у нас есть, и плюс те ребята, которые уже есть, у нас агентская программа есть, соответственно, если ты поехал через нас, ну, собственно, ты можешь оплавиться на партнерскую программу, привлечения нам дополнительных аккаунтов, и мы за это платим, плюс для работодателей у нас также, ну, то, что мы не афишируем, ну, собственно, в компаниях есть вот позиции, которые постоянно рекрутят, ну, или занимаются продвижением, и, соответственно, они у меня работают на такой партнерской программе, то есть я плачу конкретно процент от привлечения новых клиентов, им выгодно, и мне, собственно, хорошо. Да, отличная такая дифференциация маркетингового бюджета, то есть платишь, когда получаешь... мы не вкладываем в привлечение клиентов в Эмиратах, либо в других странах деньги, на таргетинг вот это вот все, мы не публикуемся, нас этого, ну, как бы, нету, ну, я точно знаю, что в любой, ну, в любое место, которое можно зайти, там точно работают ребята, которые уехали через нас, пять лет назад, либо они обратились и нашли, ну, как бы, работу уже после с тем резюме, которое мы сделали, с теми тренингами, которые они прошли, то есть там по-любому было какое-то касание. Настя, назови, пожалуйста, три клиента, ваши топ клиента, которыми вы гордитесь, какие-то громкие имена, с кем вы работаете. Ну, у нас каждый клиент, естественно, нам важен, дорог, и действительно ценим, как опыт, как, ну, для меня в приоритете, это чтобы действительно бизнес помог им развиваться, ну, то есть, чтобы не просто они, как бы, взяли людей, мы их трудоустроили, кого-то подобрали, ну, контракт, скажем так, ну, произошел, а по факту, если так смотреть, то выгода потеряна. Вот мне нравится, когда тех людей, которых мы трудоустроили, что они перезаключают с работодателем контракт, что они продвигаются по карьерной лестнице, что работодатель, вот, потом, вот, не сквозь года говорит, вот, я помню этого человека, он как раз вот показал, ну, очень крутой результат, ну, например, это, моя, наверное, вот такая, ну, вот, гордость из-за личного общения, это, форсисонс, Джумейра, Дубай, потому что, люди, мне нравится, как они относятся, как они выстроили в Эмиратах, политику общения, то есть, управление талантами внутри, это важно для того, чтобы людей, которых мы, собственно, отобрали, им отобрали, они привезли, чтобы они не рассеялись, чтобы они там, ну, как бы, развивались, чтобы они там дальше получали карьерные возможности, чтобы, например, приезжали, открывали другие гостиницы, рестораны, в других уже локейшенах, вот, сейчас, форсисонсом из странах это вышло, например, это Акадо Манила, это самое большое в мире казино, которое построили на, в Маниле, на Филиппинских островах, мы начали работать, ну, с мистером Мото, здесь, в Дубае, в 2014 году, на одном проекте, потом на другом, собственно, этот менеджер также развивался, рос, его пригласили на этот проект, японский бренд, мало кто о нем знает, и мы, собственно, я прилетела в Манилу, увидела это все, у нас было уже доверие, потому что здесь есть грань между трудоустройством и, скажем так, работорговли, сам понимаешь, то есть, мне важно убедиться, что действительно все будет так, как мы договаривались, соответственно, люди там, второй, третий год, продлевают контракты, растут, и, собственно, помогают заведению зарабатывать, и теперь заведение не тратит деньги на подбор персонала, собственно, потому что это вырастает на менеджерские позиции люди, и можно теперь делегировать определенные функции в компании, то есть, это люди с образованием, это те, которые действительно хотят работать, они приехали сюда, ну, скажем так, в худшем слове, на заработки, просто, чтобы отсидеться, ну, и так далее, то есть, не думаю, это развитие. Третий, я думаю, это Asia de Cuba, это сеть ресторанов по, ну, как бы, Мамиру, есть в Лондоне, я была у них в Нью-Йорке, в Сауцкой Аравии, сейчас в Бахрейне мы сотрудничали, ну, и, соответственно, мне нравится, когда команда очень круто работает, я с этими ребятами до сих пор общаюсь, меня там, приглашали на свадьбы, мы перетрудоустраивали этих людей, менеджера, которые закончили свои контракты, они приглашали нас другие проекты, собственно, работать, и мне нравится такое вот сотрудничество, когда ты после года двух-пять человеку можешь спокойно смотреть в глаза и говорить, слушай, вот я рад сотрудничеству, и мы делаем свою работу хорошо и правильно, и я этим горжусь, и мы можем находить, вот, знаешь, как бы, правильные слова и делать так, как мы договорились, помочь друг другу развивать. Отличная тема, выстраивайте правильные взаимоотношения, конструктивные, укрепляйте и будьте партнерами в течение долгого периода на года, скажем так, партнерами на года. Отлично. Вот вопрос родился такой, были ли случаи, когда ты прилетала, проверяла, да, заведение, вот новый клиент, и вы отказывались работать с ним? Да, да. Приведи пример. Были, например, заведения, когда мы четко понимали, что, ну, во-первых, условия жилья достаточно такие, которые, ну, я понимаю, что мне потом с ребятами будет сложно решить этот вопрос. Ну, и плюс, когда ты четко понимаешь, что, ой, а у вас же нет еще лицензии, например, на алкоголь, а вы хотите вот сделать, ну, как бы, вот так вот, ну, то есть, бариков сейчас нянь, чтобы они там ждали еще пару месяцев. Ну, были такие случаи, когда, скажем так, мы решали проблемы здесь ребят, которые были связаны с законом, например, и вместе с работодателем достаточно такие очень неловкие ситуации, громкие, когда ребята попадали в тюрьму, да, и, соответственно, приходилось разруливать такие... За что попадали в тюрьму? Ну, вот, например, была одна девушка не пьет, не курит, очень, ну, скажем так, я за нее могу поручиться на определенные действия. Их остановила машина, собственно, водитель был сириец, они там что-то превысили скорость, спилинг делали, она была просто пассажиром, они ехали с какой-то тусовки, водитель, никто из них, она была не пьяная, там девушка другая была, ну, как бы, типа, типа, и, соответственно, у них, ну, попросили медтест, она применяла лекарства, то есть она отходила от определенных препаратов, которые она принимала у себя в Украине, здесь они запрещенные, нашли это в крови, и это было приравнено к легким наркотикам здесь, соответственно, ее уличили в том, что она принимает наркотики, это не так, собственно, нам пришлось вот выстраивать, как бы полный человек мог попасть, грубо говоря, в тюрьму, вот, выстраивать с помощью посольства, с помощью работодателей, делать максимально так, чтобы, ну, человека просто... то есть я хочу правильно интерпретировать для тех, кто нас смотрит, Work Emirates не просто трудоустраивает, но и предоставляет определенную поддержку на протяжении... Ну, мы, конечно, не занимаемся бэйбиситингом, да, то есть мы... у нас есть там тюториал или как-то какой-то мануал, где купить гречку, конвертер, и типа как купить себе метрокарт, но мы не занимаемся бэйбиситингом, потому что, ну, это такой как бы риск тоже для жизни. Конечно. Это мы отправляем людей, может, так сказать, на луну в коей мере. Там, где они еще не были, развитие, это всегда трудности, это больно, больно расти, и, соответственно, как бы, мы здесь не можем постелить, но те ситуации, где мы можем действительно разрулить человека максимально, даже психологически, но поддержать, они к нам обращаются. Окей. Сколько стоят ваши услуги для работодателя? У нас есть три варианта сотрудничества. Это когда работодатель, компания по палосе своего сотрудничества говорит, что мы берем все расходы и также оплачиваем ваши рейтинговые, но мы не хотим, чтобы кандидаты ничего платили, даже один доллар. Да. Там ни за тренинги, ни за что. Есть вот такие вот перечни компаний, которых я назвала. Соответственно, мы не чаржаем кандидатов, платит все компания. Это минимальный кост, это one month basic salary, либо 500 долларов, собственно, для работодателя. Есть условия, количество, насколько быстрый подбор, потому что, опять-таки, либо это кандидаты, которые уже в дарабейсе у нас есть, либо те, которых нужно новых найти, например, маникюр, педикюр, стрижка, в салонах работы, спа-терапистов, те, которые у нас нечасто есть, соответственно, которых нужно дополнительно привлекать средства. Такая модель. Вторая модель это когда работодатель говорит, мы не хотим, мы достаточно крутые, мы не хотим платить ничего, у нас нет на это бюджета, и мы говорим, супер, тогда давайте предложите классные услуги, вариант сотрудничества для этого кандидата, и кандидат заплатит за наши услуги, потому что они очень хотят получить эту работу. Мы занимаемся тогда уже позиционированием этого проекта, ну и, соответственно, наши HR-ы полностью начиная от жилья до всех этих предскрининг, либо там первые ориентейшн, все они коверуют, это не просто, что мы их отправляем как DHL, мы же не DHL, и не UPS, поэтому как бы есть вот такая работа с кадрами внутри этой компании. Да, собственно, с опытом появилось понимание, как работать в Эмиратах так, чтобы вот эта ротация людей на таких линейных позициях, она была минимальной, для того, чтобы заведение не просто занималось только оформлением документов и кинцеллэйшем этих виз, а чтобы человек хотел там работать. Есть просто определенная, я уверена, ну вот, что формула, вот касание по поводу их базовой ставки, процента, как это, как это просто высчитать, вот, сколько должен получать там посты с бартендер, сейлз, для того, чтобы он не искал на 50 дирхам больше какую-то работу и, соответственно, проделывал опять этот путь. Соответственно, здесь лучше фокусироваться на том, чтобы устраивать карьерный путь, отношения и, собственно, показать точку развития в компании. То, что многие здесь HR-ы, в принципе, не делают, а занимаются только вот этой бюрократической темой, когда они перестают работать с людьми, а начинают работать с бумажками. Будущее вообще рекрутмента это тот как раз бизнес, который менее под свойств года прошел вот эту диджитализацию и не хватает вот этого скажем так рывка, когда товар любой ты можешь купить по сути с любой страны там Алиэкспресс, Алибаба. Я верю, что будущее рекрутмента это в том, когда человек с любой страны, с любым паспортом сможет работать в разных странах и по сути этот бизнес может для стран ликвидировать безработицу в мире, когда специалиста ты можешь нанять за считанные часы а не года месяца и так далее в принципе мы идем к этому и хочется работать как раз на этом насть у меня по традиции ребята привыкли получать подарки от героя выпусков давай значит так будем разводить тебя на подарки у нас будет два предложения одно для работодателей и второе для кандидатов что мы можем дать работодателям первые 20 человек бесплатно до конца июня 2019 года отлично для кандидатов давай так что мы можем дать совет до любовь нет ну давай уже это тоже бесплатно кто не знает английский курс английского так вот для тех кто хочет уехать за границу выберем нужно просто написать будет под комментарием почему я хочу работать у тебя на канале вот собственно с них выберем человека кому дарим курс английского языка бесплатно отлично одному да можно троим давай троим и 50% на услуги по трудоустройству до конца июня тоже для для одного для одного всего лишь ну давай хоть 5 человек 5 человек ну если они нам подойдут давай так хорошо договорились итак значит резюмируем пишем во первых в комментариях на моем канале вы должны быть обязательно подписаны на мой канал лайки колокольчики обязательно без этого никуда в современном мире пишите работодатели свой имейл указывайте анастасия сама с канала будет ну лично сгрибать нет пусть пишут имейл под под видео кандидаты значит кто хочет выучить английский язык почему именно вы достойны получить работу за границей и зачем вам английский язык один человек настя выберет сама и 5 человек мы тоже первые 5 человек которые напишут под комментариями что хотят уехать и трудоустроиться за границу получат 50% на услуги work emirates все это до конца июня так что дерзайте прямо сейчас пишем комментарии как только закончится выпуск спасибо что досмотрели до конца вот вам яркий пример молодой хрупкой девушки которая создала очень крепкий бизнес которая работает уже 5 лет она помогает людям находить работу работодателям получать классных сильных кандидатов ну и делать этот мир лучше успехов спасибо до скорых выпусков пока чао прошу мелодателям по